Например, мне нужна по-любому очень большая квартира. Это значит, надо по-любому пахать, как и шаг. Вот по-любому, по-другому я жить не согласен просто и все. Мне нужна очень красивая машина, мне нужны поездки там куда-нибудь, в какое-нибудь крутое место, чтобы в крутом отеле хотя бы недельку пожить. Это значит, надо пахать, как и шаг. Мне нужна пища в самом крутом супермаркете, это значит, что она должна пахать, как и шаг. Мне нужна очень элитная крутая одежда, пахать, как и шаг. Мне нужен Apple, пахать, как и шаг. Я просто вам привожу примеры. И это означает потеря времени. Человек теряет время на духовную жизнь. Я не пахал, как и шаг, на этот Apple. Но у меня не было Apple в свое время. То есть, вы понимаете, я был скромным студентом, когда я начал заниматься духовной практикой. Жизнь начала меняться очень быстро, в лучшую сторону. Потребности снизились материальные и увеличились возможности жить. Развитие пошло в личности. Итак, даже если мысли те с этой точки зрения, с точки зрения, что семья, современная семья означает достаток, и вот все вот эти вещи, которые я перечислил, то все равно надо заниматься работой над собой, чтобы это все было. Но если вы будете заниматься работой над собой, то вы поймете другую вещь, что семья не означает все вот эти вещи. Это означает глубокие отношения, понимаете, которые только с помощью работы над собой достижены. Глубокие отношения не возникают в результате того, что у нас много денег, или что у нас крутая квартира, и мы сразу глубоко начали отношения. Мы больше балдеть будем там, да. Вот представьте, у вас сейчас дворец поселят, как бы вы будете с женой ходить по этому дворцу, и какое-то время вы будете просто наслаждаться жизнью. Вы думаете, блин, у нас так отношения улучшились, потому что мы в этом дворце находимся. Мы улыбаемся друг к другу, у нас все хорошо, у нас прислуга. Пройдет месяц, и у вас начнутся те же самые проблемы, которые были раньше. Потому что ко всему материальному человек очень быстро привыкает, а потом ниже стандарты, неприемлемые. Если человек поел в крутом ресторане месяце, он уже не может есть дальше в простом. А это значит, что ему надо большую цену за это потом платить. Научись спать под деревом, это самый лучший способ вообще жить. Но мало кто может научиться спать под деревом. Я там видел у нас в этом месте, как эти люди живут, которые просто живут на улице. Не то, что они нищие, они интеллектуальные люди, очень возвышенные. Но они просто не понимают, зачем как-то по-другому жить. Понятно, там в Индии не так холодно. Но даже с этой точки зрения, просто с точки зрения России, есть же простые условия жизни, есть навороченные. Понимаете? Простые требуют не так много усилий. Я вас не призываю сейчас с простым условием жизни, не призываю. Я сейчас говорю о семейной жизни, потому что семья человека напрямую зависит от его концепции счастья. Если человек не понимает, что такое счастье настоящее в семейной жизни, то он получит две вещи. Первую вещь, он упахается в жизни, как и шаг упахается. А вторая вещь, его семья несомненно будет разрушена. Несомненно. Потому что люди не могут долго прожить вместе, просто желая достатка. Для того, чтобы долго жить вместе, нужны сердечные отношения, нужна глубина, нужна боль человека чувствовать и терпеть. Это невозможно жить вместе, если ты не понял человека, не почувствовал его. Это только с помощью духовной силы можно сделать. Ощущения друг друга не возникают от того, что мы долго вместе находимся. Ощущение человека не означает, что ты очень глубоко в сексе его познал. Ощущение человека означает способность простить, способность принять, способность понять, способность принять его недостатки. Продолжение следует... Продолжение следует...